Поступил такой вопрос Вот есть рекомендация Прогревать печень В течение получаса Как вы к этому относитесь? Ну я написал, что отношусь Положительно Исследуем этот вопрос В первую очередь Вообще Система пищеварения Ее задача Разлагать Пищу на составляющие То есть это Функция, как древние говорили Теплая Ферменты, которые имеются В желудочно-кишечном тракте В печени в том числе Они проявляют Свою максимальную активность При Определенной температуре И довольно-таки Высокой Вот в печени Считается Что температура Наиболее высокая Она как печка Главная печка организма Там где-то температура Под 40 градусов Зачем эта температура Вообще нужна Для того, чтобы Лучше Осуществлять Различные ферментативные Процессы Ну будем так говорить Старый укр Разлагать на составляющие На гемоглобин На белковую там часть На железо И прочее Ну короче На составляющие части Если естественно Температура Недостаточная То Процесс Желчеобразования Будет Слабенький Вот Поэтому рекомендация Она давно была Вообще Перед едой Если у вас Слабое пищеварение Прогреть Желудочно-кишечный тракт Как это можно сделать Да хотя бы Выпить Кипяточка Вот если без всяких Яких Выпили перед едой Кипяточка Стаканчик так Не спеша Прогрели И потом Приступайте к еде И старайтесь После еды После еды Не запивать Никакими Холодными Этими Напитками А тем более Там есть мороженое Мороженое Если хотите есть В жаркое время Естественно Хочется Как-то охладиться Ну тогда Как отдельный прием пищи Но не после еды И тогда будет Работать Желудочно-кишечный тракт Нормально То есть У нас Все Работает При определенных Условиях То есть Физиологию Надо соблюдать Желудочно-кишечный тракт Погреть Хорошо Значит Прогреть Можно и печеночку Отдельно Там Допустим Хотя бы руки Приложить На область печени Вот То есть Это очень хорошая Рекомендация Простая Доступная И эффективная Чтоб я еще Сказал бы Чтоб я еще Сказал бы Да Про специи Специи Тоже не зря Различные Специи Принимаются Что они делают Практически Все специи У нас Растут В таком Тропическом Климате А некоторые Таким Сухом Вот Естественно Они все это Энергетику В этого места Упитывают Получается Такой Жвучий Душистый Вкус Который Очень Способствует Во всей Работе Печени С одной стороны Душистость Это Работа Фитонцинов Ароматических Этих Масел Эфирных Масел Которые С одной Стороны И убивают Вредные Микроорганизмы С другой С другой Стороны Они Все Рыхлят То есть Все это Лучше Распадается На составные части Вот допустим Взяли Когда лопатой Копаешь Ком Земли Вывернули А его Еще надо Разрыхлить Так вот Вот этим Занимаются Как раз Вот эти Эфирные Масла Вот эта Душистость Она дает Энергетику И плюс Естественно Теплотворная Способность С одной С одной С одной Опять-таки Они Способствуют Уничтожению Разного Рода Микроорганизмов Вредных А с другой Страны Они Вот стимулируют Вот этот Пищеварительный Огонь Вот эти Функции Которые Должны Которые Лежат В основе Трансформации Одних Веществ Других То есть Наш Желудочно-кишечный Трактор Работает Как Деструктуризатор Вы берете Грубо говоря Батон хлеба Измельчаете его И На выходе Уже Получается У вас Из Крахмала Это Вода И углекислый Газ То есть Настолько Вы его Все Измельчаете Для того Чтобы Это Взять Энергию Которая Была В этих Связях А все Лишнее Вывести Из Организма То есть Наш Организм Существует За счет Пропускания Энергетических Потоков Через Сознание Через Дыхание Через Пищеварение И Для этого Требуется Разного Рода Энергии В том Числе Тепловая Энергия Одна Из Основных Энергий Которая Способствует Нормальной Работе Организма Вот Поэтому Такой Прогрев Печени Особенно В пожилом Возрасте Это То Что Надо Для Организма 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 Организма